Да, я хотел узнать, как началась Ваша история массажа, пришли в массаж, практика, да? Все началось с любопытства. Честно говоря, я воочию использовал выражение «тренирусь на кошках». Реально, чтобы в кино говорили, да? Все смеялись, а я реально, я в детстве был, да. Я там массажи делал, потом кинул, щупал, смотрел, что криво там чуть-то крутил, скручивал. В детстве как-то вот это вот родилось и появилось любопытство, которое в дальнейшем прошло к людям, но как-то, знаешь, я не сказал, что предшествовало какое-то серьезное образование. Образование пришло из жизни, то есть то, что я вот всегда пропагандирую, все из практики идет. Потом кто-то обратился, потом еще кто-то обратился, потом попросили убрать головную боль. Я еще тогда особо ничего не умел делать. Я думаю, а давай себе бесконтактную боль, без касания. То есть вокруг головы так проводил, и боль сразу ушла. Чувствительность проснулась, то есть есть какое-то некоторое знание у людей, которое, скажем, шестое чувство, которое мы обычно с нашей жизнью не развиваем, забываем про него и даже наоборот губим его в себе. То есть правильно я понимаю, что вы скорее массажист по призванию, а не по академическому образованию, оно пришло после, после какого-то внутреннего. Конечно. После потребности помогать людям. Ну да, 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 по призванию. И таких призваний у меня много, в принципе, чем я занимался в жизни у меня все получалось, как, не знаю, удается, а на самом деле секрет простой. Надо во все, что ты делаешь, вникать полностью и разумом, и душой, и руками. И тогда будет получаться на ура. И тогда будет получаться так, что люди будут хорошие результаты получать и отзывы будут хорошо получать. Поэтому я там и рисую, и песни пою, и в 3D делаю, и сайты делаю, я даже не могу все перечислиться, мультипликацией занимаюсь, понимаешь. Вот как бы все с нуля началось, но когда начинаешь в любом деле вникать в него, погружаться, то ты уже и там обрастаешь знаниями. Чего же это пропагандирует всю тему, что не сначала знания надо получить, а потом ждать, когда же ты их применишь, да? А сразу делаешь, и сразу уже... То есть, получается, вот ваш путь начался... Сколько он идет? В подростковом возрасте, получается? Ну, где-то так, да. Ну, если прям взять весь путь, то, наверное... Ну, вот и первый интерес, когда вы поняли то, что надо как-то это все продолжать развивать. Уже. Лет 25 назад, получается, начался, но конкретно как профессия, она пришла случайно вообще. Я даже когда не думал, что я буду там массажистом, а потом еще и не думал, что я там буду даже обучать. Вообще никогда не гадал. И просто так случилось, что я потерял работу, год был без работы. Один друг мне сказал, а не хочешь попробовать с массажистом? В бане попробуй. Я говорю, а что нет? Ну, я же все равно без работы не пойду, попробую. И настолько получилось, настолько пошло, что дальше все это развилось. А до этого чем занимали? А до этого я занимался мансификацией, мультфильм нарисовал. Извините, Россия. Вот кардинально просто поменял профессию и все. Вот это да. А сами откуда? И поэтому сам я из Москвы, москвич, коренной. И поэтому я говорю, что профессию можно менять в любом возрасте, в любом, ну сколько бы вам не было лет. Вот сейчас кризис, например, идут, люди не знают, где там заработать, да, все жалуются. У меня нет никакого кризиса. Я уже пережил, наверное, 4 или 5 кризисов. Включая 1998 год, когда вот августа кризис был. Когда доллар рюхнул. Да, у меня не было кризиса. И клиентов полно, и все есть. Вот когда с любовью занимаешься каким-то делом, понимаешь, вселенная откликается. Как-то это происходит метафизически даже. Даже, не знаю, законы маркетинга, они, конечно, работают, да. Там реклама, пиар и так далее. Но помимо этого, как тут еще вселенная работает. Я со вселенной, кстати, тоже работаю. Это другая техника. Я с ангелами договариваюсь. Это там через медитацию, автотренинг. Но это вообще просто отдельная тема. Если хотите, конечно, расскажу. Ну или там отдельно просто будет тренинг у меня на эту тему. Ну хорошо, спасибо большое. А вот ты же вот тоже вот говоришь, начинал с чего? Ты там девчонку в школе делал? Да, в школе начался массаж. Ладони в ротку, да? Всего лишь, да? У тебя появился интерес, да? Да. Появился у них интерес, у девчонок. Начали деньги платить. Уже, посмотрите. Скажи, у пельминку мог уже пить и чайку попить. Ну вот, с чего-то с простого все начинают, а потом это развивается. Они в принципе подбивали, типа, это хорошо получается. Такие мякие руки, почему не пойдешь учиться? А обычно люди как поступают? Они обычно, вот я стану массажистом, и тогда у меня будет новый девчонок. Я буду их массировать, а там соблазнен на секс и так далее. Все наоборот. Хотя наоборот, видишь, было. По той системе идешь, что и я, все наоборот. Вообще, многое в жизни пытается ставить задом наперед, и будет результат. А результат, знаешь, какой будет? Результат будет УТП, уникальное торговое предложение, которого ни у кого нет. Если хотите где-то выстрелить, быть ярким, либо личностью, либо продукт какой-то сделать, УТП, то тогда постарайтесь сделать не так, как у других. Есть такой принцип, во-первых. Ну, не так это не значит, что прямо наоборот, а это значит, что надо найти изъяны в других продуктах. Либо свой подход, либо эти изъяны сделать у себя, их устромить, и у тебя уже будет твое выгодно для клиентов. Ну вот, если вопросу нет, перейдем к делу. Выключаем камеру, записывайтесь на наши тренинги.